Кубка России 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 Кубку России И получается, что действительно играешь, наверное, лучше. А в самой команде нет какого-то негативного, что ли, отношения? Нет, кстати, слава богу. Я расскажу небольшую историю о том, как я попал в Gambit Academy. Это произошло тоже достаточно интересно, потому что меня не верили изначально. И когда я только пришел, во-первых, вот тут еще важный момент, я поменял роль. То есть, когда я еще комментировал, я в основном играл на бот-лайне. То есть, я был одекерри последние несколько лет, был суппортом. Ну, больше, чем суппортом, нежели одекерри. Иногда поигрывал в лесу, а на топе последний раз я играл в 2013 году. То есть, аж в третьем сезоне, очень-очень давно. Совершенно другая игра была, все было по-другому. Естественно, когда я в декабре прошлого года меняю роль, и уже в январе я пытаюсь пробиться в лигу претендентов, то я еще сам не очень уверен, не так прям хорошо играю. Естественно, это вызывает такие вот и сомнения, и поэтому команда тоже так скептично относилась. Но я очень старался, я ребятам старался показать себя изо всех сил. И я очень тренировался много для того, чтобы реально улучшить свою игру. И как раз отбирали, там несколько вариантов было, да, кто будет играть в команде Гамбит Академии. Там, по-моему, три кандидата было, да. И в конечном итоге все-таки после его долгих раздумий остановились на мне, я был этому безумно рад и счастлив. И вот тут, на самом деле, спасибо ребятам из Гамбит Академии, да, вот, там, ну, и моей команде, да, там, Оптима, Сарнакс, Анючик, ну, и Юджин, который к нам уже потом присоединился. Вот, им большое спасибо за то, что поверили в меня. И там еще был парень, ну, есть Мегалаш, наш тренер еще тоже из Гамбит Академии. Он тогда в Гамбит Испорте еще был, то есть он просто помогал второму составу набрать команду. Вот он тоже, как бы, ну, видел потенциал и, ну, пытался тоже помочь. И, соответственно, там еще был, ну, парень Гросс, он игрок замены был в основном составе Гамбитов. Он тоже, как бы, видел потенциал и, соответственно, все ребята как-то решили в меня поверить. И в конечном итоге, ну, мы неплохо выступили, как мне кажется. И я думаю, что, ну, думаю, что они не ошиблись. Да, видя расстроенные лица проигравших вам, у тебя не возникает желания комментировать игроку, когда ты сам играешь? Вот, кстати, это прям, мне кажется, что вот эта фишка, это один из, не то, что прям пиков мастерства, да, но вот одновременно играть и при этом комментировать, как ты играешь, да, прям вот эмоционально, то есть как ты все это делаешь, это очень сложно. Я вот, по-моему, из комментаторов во всем мире, да, по Лолу, слышал только от одного комментатора англоязычного, это Ривингтон, может быть, там кто-то слышал, о таком американском комментаторе, он очень известный, вот. И у него прям были записи и трансляции, да, его стримовка, он лично стримил, и играл, и комментировал, что он делает. И вообще там были всякие челленджи на уровне, когда он там идет куда-нибудь там за едой, открывает холодильник и все это дело комментирует. И вообще . Или как он там бутерброд готовит, и все, это достаточно забавная штука, или это круто, и вот когда ты умеешь такое делать, это здорово, но вот я пробовал там одновременно играть и комментировать, это получалось, но ты быстро от этого устает, ну как, то есть это очень истощает сильно, потому что ты вроде концентрируешься на игре, вроде хочешь там хорошо отыграть, но при этом ещё пытаешься комментировать. В итоге-то у тебя что-то не получается из-за этого, потому что ты вот на фокусе с таком начинаешь расстраиваться. Поэтому, ну, мне кажется, что это достаточно тяжело, чтобы играть. прям одновременно и комментировать, прям на хорошем уровне, это прям очень сложно. И исходя отсюда вопрос про стримы, практикуешь ли ты, где ты стримишь, и планируешь ли какие-то новые площадки осваивать? Да, вот в своем время была история с Good Game, я очень хотел, по-моему, даже мне предлагали на Good Game, то ли по партнерке постримить, потому что я какое-то время стримил просто на Твиче, да, Лигу Легенд, как я играю, но у меня то ли мотивации не хватало все время, то ли времени не находилось, у меня то-то одно, то другое, я как-то все время не находил времени на то, чтобы именно постримить, посидеть, иногда, то есть у меня бывает такое, что я чувствую, я хочу постримить, я хочу пообщаться с ребятами, особенно мне иногда пишут много в личку, в ВКонтакте, например, что какие-то вопросы много задают, я такой думаю, так, время запустить стрим и рассказать ребятам, что происходит, чтобы ребята были в курсе, потому что много вопросов задают, я стараюсь в группе своей отписывать в основном, какие-то мысли, какие-то обновления, но когда прям вот это, и хочется пообщаться, то я запускаю стрим. Но это происходит нечасто, я вот каждый раз себе говорю, блин, надо начать стрим, хотя бы раз в недельку запускать стримец в какое-то определенное время, чтобы там ребята могли прийти посмотреть. Это, конечно, было бы здорово, но пока что я как-то не могу найти то ли мотивации, то ли что-то. Тем более у тебя сейчас новая роль игрока. Сколько часов в день ты тренируешься сейчас? Ну, на самом деле зависит очень сильно от, наверное, тренировочного дня, то есть какой он. Либо это весь день соло-кут тренировки, то есть личные тренировки, когда просто спамишь ранговые игры, постоянно там играешь, там 10, 15, 20 можно сыграть, зависит. Либо это дни с какими-то командными тренировками. То есть эти дни несколько различаются, потому что, наверное, командные тренировки, они более истощающие, то есть они больше сил требуют. То есть ты, соответственно, сыграл там два тренировочных блока, шесть игр условно, да, с командой, и вы сыграли, потом вы разобрали, там сидите, мусуалите эти игры, ну, чтобы четко понимать, да, где ошибки были допущены, прям все по полочкам разложить. И, естественно, это, ну, затрачивает много сил. А когда ты просто играешь в одиночную очередь, да, просто в ранговые, играешь, 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 это уже даже до какого-то автоматизма на какой-то момент доходит, и ты уже такой, ну, нормально, там, пошел следующую катать. И это можно, ну, то есть можно сыграть 10 часов, 12 часов. 16 часов очень редко, но бывало у меня такое, что я прям, там, за 5 дней, например, играл 100 игр. Это супер много, то есть там 20 игр в день, это, ну, там, часов 13-14, то есть уходит на это прилично. Да, но там прям, вот я слышал, как корейцы тренируются, но у них там 16 часов, это нормально, это нормальная тренировка, вот, но стандарт там у них это 10-12. У нас же, наверное, я бы сказал, что может быть 8-10 часов, что-нибудь в этом духе тренировка, вот, как-то так. Но бывает иногда и больше. Это очень большие цифры. Ну, на самом деле, да, это, я иногда сам уже остаюсь такой, думаю, так, я сыграл сегодня 15 игр, сколько я часов на это потратил? У-у-у-у! Но я радуюсь, когда я понимаю, что, блин, я чему-то научился вот в этих играх, то есть это было не зря. И я, скорее, вот даже, наверное, грущу, когда я, например, не играю много, то есть я, например, сыграл там всего там 4 часа, а потом я там, не знаю, какие-то дела делал или просто там, не знаю, ленился там что-нибудь такое. Ну, такое бывает тоже иногда. В какой-то день выходит такой, когда ты такой вялый, какое-нибудь настроение упадочное, не особо хочется играть, и ты такой, ну, не особо буду сегодня заморачиваться, не буду много играть, там устрой себе полувыходной, там сыграл, например, там часика 4, да, и все. Ну, и как бы это ощущается, вот особенно, когда там день не поиграешь или 2 дня не поиграешь особенно, то когда ты уже опять там на третий день начинаешь играть, то понимаешь, что вот эти 2 дня, что ты не играл, они уже сказываются, поэтому нужно тренироваться, тренироваться. И вот это, с одной стороны, это тяжело, да, это вот прям такой серьезный труд, вот, с другой стороны, это здорово, и ты прям вот ощущаешь, что ты делаешь что-то реально интересное, и это круто, особенно, когда ты выходишь на такие ланы, на крупные, чтобы себя показать, чтобы отыграть хорошо, не подвести команду, это огромная ответственность, ты понимаешь, что все эти тренировки, они не зря вообще. Да, давай перейдем к этому лану. Какие были ожидания? Вы, учитывая, что команда молодая, ожидали выйти в финал? Ну, мы очень, во-первых, мы очень хотели выйти в финал, то есть это прям была наша цель, мы шли с четким осознанием, мы должны выйти в финал, то есть мы должны бороться в гранд-финале, да, и мы хотим его очень сильно выиграть, то есть я прям, я все уши ребятам проружал, блин, мы должны выиграть, я хочу, я так безумно хочу выиграть кубок России, это так круто, прям вообще супер, и, естественно, да, проход в гранд-финал это прям огромное достижение, это очень круто, это, для меня это первый лан, кстати говоря, несмотря на то, что у меня огромный опыт комментирования, да, там сколько я уже, ну я прилично комментирую, первый лан мой, наверное, был в 2014 году, я комментировал ESL Pro Series, может быть, 2015, точно, я все время как-то у меня подзабывается, по-моему, 2014, но в любом случае, то есть очень давно, и я комментировал потом ланы, но как игрок на ланах, вот именно на крупных, я ни разу не участвовал, по-моему, ну там только мелкие какие-нибудь random team cup'ы такие есть, когда там собирается куча народа в каком-нибудь клубе, кафе там и так далее, и там режутся друг с другом, там разбиваются на случайные команды, там 40 человек, там, и там, да, давай поместимся, вот, что-нибудь такое только, то есть серьезных крупных ланах, как Кубок России, у меня опыта такого не было, поэтому это прям вот еще больше такого вот накала, напряжения, поэтому да, мы очень хотели, ну то есть мы хотели пройти финалы, мы очень счастливы, что мы прошли, и я вот отмечу здесь команду Крау Краут, в которой мы играли, которые играют матч за третье место, с Зов Гейминг, и они молодцы, вот то есть Крау Краут, я даже, кстати, думаю, что они могут взять третье место, потому что они показали очень крутую игру против нас, то есть мы, я даже ехал на турнир с осознанием, что не исключено, что полуфинал будет сложнее, чем финал, я не знаю, как будет на деле, потому что команда, против которой мы будем, ну, которую мы играем в гранд-финале, она тоже очень сильная, но вот Крау Краут, мы встречались с ними в групповой стадии, они тогда, то есть они показались нам не очень сильными, мы выиграли достаточно быстро и без прям супер особых усилий, тогда мы еще отдали им достаточно комфортных чемпионов, здесь же мы подошли с полной серьезностью, конкретно так, мы тут ни в коем случае не расслабляемся, соперник очень серьезный, и мы, то есть абсолютно здесь были правы, потому что Крау Краут показали просто невероятный подъем уровня игры за буквально там месяц, вот, и у них и тренер как бы достаточно опытный, сильный, да, Сейша, наверняка там, кто в Лиге Легенд там давно, кто знает, тот знает, скорее всего, Сейшу, и в целом коллектив, да, натренировался, очень много играли они, и они молодцы, этот полуфинал был действительно трудным, это полное best of 3, прям, накал страстей по полной. И они, кстати, сейчас ведут 1-0 в матче за третье место, кто-то знаешь о ваших соперниках в финале, вы наверняка эти разбирали перед турниром всех троих ваших оппонентов, ожидали ли вы, что матчи будут именно такими? Вообще, на самом деле, да, мы все разбирали, естественно, и там вышло так, что в ЕПГ и в ЗОВ в двух командах, получается, произошли замены, там, в связи с какими-то, да, причинами, возможно, там, визу, там, по-моему, у ЗОВ визу не получил игрок, у ЕПГ тоже какая-то проблема была, и они вынуждены были сделать замену, и вот как раз команда ЕПГ, против которой мы играем в гранд-финале, они у достаточно сильного игрока подписали, и вот, опять же, многие знают, там, миддлайнер Фомка, есть такой, он очень старый игрок, прям, ветеранистый на все 100, вот, он сместился на топ, то есть я буду против него играть завтра, вот, и это безумно интересно, потому что у нас с Фомкой, ну, лично, да, достаточно долгая история, ну, какого-то общения, да, потому что мы работали вместе в свое время в команде TeamJust, он как раз у нас играл, когда я тогда был еще, то есть у руля TeamJust, это, там, 2014 год, когда мы основали эту организацию, вот, и который сейчас играет в континентальной лиге, вот, и, соответственно, мы тогда с Фомкой играли, я даже вместе с ним какой-то, какой-то период времени играл, там, так получалось, вот, и долго с ним работал, там, я, будучи в качестве менеджера, там, слэш-тренера, ему, ну, в целом общались очень много-много-много-много, и играть против него, это, ну, прям, это круто, то есть для меня это, ну, не знаю, то есть, ну, это и честь для меня в первую очередь, да, во вторую очередь это тоже столкнуться с сильным оппонентом, с огромным опытом и посостязаться с ним, это очень здорово, ну, и, соответственно, все остальные игроки ИПГ тоже достаточно сильные, именитые, и вот как раз то, что они одолели команду ЗОВ, матчи были очень-очень близкими, вот, поэтому завтра гранд-финал тоже будет очень интересным. Ну, тут вообще еще даже одна интересная фишка, вот мы с Фомкой буквально вчера на эту тему еще разговаривали, он мне еще там разъяснял вот этот момент, потому что Фомка в свое время получалось так, что я вынужден был играть с джастов, да, то есть с тренера-менеджера переместился на игрока, и нужно было отыгрывать какое-то количество матчей, и тогда, ну, вроде, ну, все было нормально, тем не менее Фомка так говорил, что он не особо верит в меня, как в игрока в те времена, вот, но опять же, он, ну, мы обсуждали это, и он трактует это с той точки зрения, что я пытался, да, как-то усидеться на двух стульях, то есть и быть комментатором, менеджером, тренером, да, и быть при этом игроком, а это практически нереально сделать, то есть нужно уходить в это с головой, и поэтому тогда он говорил, что он не верит в то, что я смогу, а вот сейчас, как бы, уже немножко по-другому, ну, во-первых, еще и роль сменил, то есть тут много прям переменных изменилось, и сейчас я прям сфокусирован четко на роли игрока, то есть, ну, да, я иногда там подкоменчиваю, там, вот, тот же Кубок России, да, я комментировал определенные этапы, когда я не играл сам, то меня пригласили покомментировать, почему бы нет, вот, и... но я не уделяю этому, ну, с комментированием, да, уже столько времени, сколько я уделял, когда, ну, это была моя основная деятельность, да, моей работой, поэтому сейчас уже немножко все изменилось, и, я думаю, Фомка уже немножко другого мнения тоже, ну, и будет интересно понаблюдать за нашим противостоянием завтра. Подтянемся на стрим, и переходим к последним вопросам, какие планы на будущее у комбитов, где такой практики переводить из Академии лучших игроков, основной состав, и наверняка есть какие-то мысли об этом? Ну, вообще, конечно, я, я даже, по-моему, спрашивал основной состав гамбитов, ну, хотят ли они попробовать меня в качестве топ-ленера, но у них уже план был, я не знаю, по-моему, анонсов, по-моему, анонсов еще не было, можно? Да, я отреагирую. Что такое? По поводу. Там господи, там тебя все хотят. Передавает приветы, пожелания. Всем большое спасибо за то, что, во-первых, пришли в такую рань, особенно, посмотреть за матчем, огромное спасибо, я безумно благодарен вам за то, что вы пришли, и спасибо всем, кто смотрел трансляцию, спасибо большое моей команде, как раз Гамбит Академии, ребята молодцы, и нашему тренеру Мегалешу, вот, потому что и ребята выступили круто, и, ну, тренер нам помог серьезно, то есть прям все-все-все в совокупности, прям, у меня только бесконечная благодарность, ну, и тем, кто смотрел трансляцию, соответственно, в онлайне, ну, и маме, брату, которые тоже, кстати, пришли с утра поболеть.